Сейчас, возможно, такая же вот ситуация по Украине, если вы не решите банковскую проблему, потому что ситуация назревает. Мы сейчас, когда ходили по банкам и вот более-менее какие-то там сдвиги пошли, народ более-менее успокоился. Сейчас на фоне вчерашнего выступления народ опять неистосует, и это не моя вина. Я могу уйти, я сейчас, они говорят, ты должна сидеть тихо, заткнуться и так далее. Ну, вы поймите, человек, когда, вот смотрите, та толпа, которая не знает, что делать, понимаете, она не знает, как выйти более-менее разумным путём. Она что начинает делать? Она прибегает к физическим методам. Я считаю, что, наверное, существенным таким, скажем, существенным поводом для порки, так скажем, публичной, это можно так назвать, да, и гонение, и преследование, я считаю, что это обращение к главам независимых государств. Я буду добиваться встречи с президентом. Именно, я не знаю, через другие государства, буду встречаться с послами других государств, но я хочу встретиться с президентом для одной цели. Я просто хочу, чтобы президент посмотрел мне в глаза и сказал, Канагат, то, что ты делаешь, это дерьмо, это неправильно. Пусть он мне скажет это. И скажет, что, как он вчера выступал и сказал, что выбрали кредиты и должны отдавать, я просто ему хочу сказать, глядя в глаза, Нурстана Бишин, а мы готовы отдать. Только дайте нам работу, пожалуйста, и мы отдадим. Дайте нам, пожалуйста, ещё вот, я, например, живу 17 лет, да, приехала с России и живу в Казахстане 17 лет. Наверное, за эти 17 лет я, наверное, имею право на долю от наших каких-то месторождений казахстанских и так далее. Я бы могла отдать, если бы я, наверное, имела на это возможность. Я хочу, чтобы у нас хоть раз власть показала, что она имеет право на справедливое управление. Те люди, которые годами воруют и которые коррумпируют всю нашу систему, они спокойно, оказывается, могут развлекаться и уходить от ответственности. А другие, которые просто бесплатно помогают людям и пытаются что-то изменить в этой стране, их преследуют и пытаются им инкриминировать какие-то уголовные деяния. И вынуждены скрываться. Вынуждены скрываться. Да, и вынуждены скрываться. То есть я вот сейчас, второй день, представляете, я не вижу ребёнка, ребёнок в истерике. И я уже после одной вот такой вот отсидки мне пришлось везти ребёнка к психологу для того, чтобы девочка начала замыкаться. То есть это всё результат того, что мы не имеем возможности воспитывать своих детей. Представьте себе, ребёнка 12 лет, и она уже видит, что матери грозит какая-то опасность. Редактор субтитров А.Сёмкин